Ну что ж, всем доброго времени суток, и сегодня в студии все те же на манеже, это Глеб Бочкарев и Вячеслав Ковалевский. И вот в прошлый раз у нас было немножко нудное видео, мы занимались инсталляцией, и сегодня у нас будет немножко нудное видео, но я хочу с ним покончить, чтобы мы сразу пошли дальше, и видео будет посвящено ноутбуку и Python. Мы вкратце, галопом по Европе пробежимся по синтаксису Python, если вы с ним знакомы, если вы знакомы с интерактивными ноутбуками, которые мы уже рассматривали, то, ну или вдруг по какой-то причине они вам кажутся настолько простыми, что вы и сами прекрасно разберетесь, можете спокойно скипать это видео и сразу переходить к другому. Ну а если вы такие же, как я, не очень понимаете, что происходит, то продолжим. Собственно, перед вами интерактивный ноутбук, который вы уже должны были научиться устанавливать и запускать, и я надеюсь, что большая часть из вас поняла, что в ноутбуке есть ячейки, и эти ячейки можно запускать. Ячейки в даталабе ноутбуке могут быть двух типов. Могут вмещать или source code, или markdown разметку. Для того, чтобы создать ячейку, вам нужно кликнуть на addd код или addd markdown. Соответственно, создаться код или markdown. Ну вот сейчас я приведу к примеру. Вот я создал пустую ячейку типа markdown. Я могу ее переместить над предыдущей, переместить под предыдущей, могу ее удалить, могу запустить. Запустить можно кнопочка run, можно shift enter. Я люблю ходки, я терпеть не могу лазить UI. Эта штука это не более чем UI над питоном. Есть не только питоном, но в основном питоном. Питон работает в некотором плане как background, и если он упадет, здесь есть кнопочка reset session, которая перезапустит его, и иногда ей приходится пользоваться. Дальше. Ну удалить ячейку, само собой, delete. В данном случае я создал простую ячейку типа markdown. Если на нее нажму двумя кликами, то я перейду в режим редактирования ячейки. Дорогой мой друг, ты знаешь, что такое markdown? Да, это язык разметки текста. Да, совершенно верно. Это жутко простой язык разметки текста. В данном случае моя ячейка, сейчас я пробел, enter добавлю, ее опять отрисую. Выглядит совершенно просто. И вот на самом деле код решетка означает заголовок первого уровня, вот такие звездочки означают bullet, то есть список перечисления. Опять же заголовок и ссылки. Ссылки нужно обозначать квадратные скобки текст ссылки, потом круглые скобки URL. Вот я сделал целые две ссылки на наш YouTube channel и на Patreon страничку. И это, собственно, гиперссылки. Подобная штука позволяет вам легко совмещать разметку с описанием кода с самим кодом, собственно говоря. Дальше заголовок второго уровня, сделал variables. И дальше давай перейдем уже, собственно, к Python и будем рассматривать Python. Да, давай. Окей. Здесь я создал первый пример и вообще первый раздел. Давай пройдемся по переменам в Python. В Python это Python динамический язык, соответственно, нет никаких типов. Беспредел, разброд, шатание, полное сумасшествие, где делать можно вообще чего угодно. Ну, там прям страх. Вот в данном случае я создаю переменную a, присваиваю стрингу, создаю b, присваиваю интеджер, создаю c, присваиваю float, плавающую запятую. При этом интеджер в Python безразмерный. Туда можно пихать, 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 сколько хочешь, пока у тебя машина не загнется. На самом деле там, конечно, само собой физические пределы, ты упрешься, но в целом вот он такой. При этом в научных библиотеках там не используется обычно дефолтный тип данных из Python, а используются свои типы данных. В том же, например, NumPy все мапится на свои типы данных, которые, кстати, уже размерные. c, которая 0.3, само собой с плавающей точкой, причем, как обычно у Python, эта плавающая точка не соответствует общепринятому стандартному представлению в памяти этой плавачей точки. Ну, бог с ним. Большая часть людей все равно эти детали никогда в жизни не понадобятся. И дальше вот я привожу пример того, что в Java, само собой, даже не скомпилировалось. Мы в переменную, которая хранила до этого стрингу, запихиваем переменную, которая хранила значение int. А после этого мы все это приблуду еще и принтим. Обратим внимание на то, как происходит принт. У нас есть по факту метод, который может принимать неограниченное число аргументов. Вот он может принимать один аргумент, и запустим, запринтил два, может принимать два аргумента, два, два, может принимать три аргумента, может принимать любое число аргументов. Можно туда запихнуть еще один, еще одно, а. Ну, таким образом мы принтим данные на экран. Вот, понятно, базовое создание переменной, присвоение значений и вывод на экран. Да, тут все просто. Да, сегодня ничего сложного не будет, я просто хочу пробежаться по синтексу, чтобы вы более-менее, выражаясь по-молодежному, вкурили, что здесь происходит, и больше никогда к этому вопросу не возвращались. Дальше второй вариант. Вот таким вот образом переменная берется в квадрат. У нас там b равняется 2, соответственно, b в квадрате, будет сюрприз-сюрприз 4. На экран можно вводить еще вот таким вот интересным образом. Я говорю a равно фигурные скобки, запятая b равно фигурные скобки, запятая c равно фигурные скобки. Питон здесь создаст стринг. Стринг является объектом. У него есть метод формат. Метод формат он принимает на вход определенное число аргументов. Это число аргументов должно равняться числу фигурных скобок. Дальше он вставит ровно в том же порядке значение этих переменных в эту стрингу. Соответственно, значение, которое хранится в переменной a, будет вставлено в первые фигурные скобки, b во вторые, c в третьей. Есть еще огромная куча множеств вариантов, как это сделать в питоне, отформатировать строку. Но это один из вариантов, который мы будем использовать. А других можете почитать сами. Я, главное, вам показал, что вот такое возможно, и мы это будем использовать. Давай сейчас, кстати, на экран выйдем. Вот, собственно, стринга, которая вывелась на экран. Ты, кстати, если что вдруг непонятно, то перебивай меня. Хорошо. Да, заодно поржем, что такие простые вещи непонятные. Ну, шучу, тут на самом деле есть где запутаться, так что такое. Дальше давай пройдемся про бранчингу. Это if и подобные вещи с ними. Ну, вот самый простой if. Следующим образом записывается это условие без скобок. Дальше, кстати, может идти оператор and или or. Ну, давай поставим or. Or b меньше 10. Выполняется первая строка, l вторая. Обратите внимание, что поскольку здесь нет фигурных скобок, зона видимости регулируется отступами. В данном случае после двоеточия в if будет выполняться все, что имеет отступ в два пробела. Соответственно, я могу здесь поставить еще один print. Print. И написать чего-нибудь. Один, один, один. Давай посмотрим, что выйдет. На экран вывелось hello и один, один, один. Потом else, который находится без каких-либо отступов, соответственно, на уровне if. И дальше блок else, он снова выделен отступами. Это, честно говоря, иногда создает дичайшие проблемы, потому что вот у меня здесь отступ в два пробела, а теперь давай я знаю, что сделаю. Возьму и сделаю отступ табуляции. Ну, ладно. Здесь редактор, он умный, он табуляцию заменил на два пробела. А если вы работаете в неумном редакторе, который добавит табуляцию, то для вас может визуально быть одинаково, а на самом деле в одном месте у вас два пробела, в другом табуляция. В результате вы смотрите, должно работать, а оно, зараза, не работает. Причем не работает совершенно дичайшими ошибками. За это, собственно, питон много кто не сильно любит. Давай аккуратно скажем так. Так, вот каким образом происходит разграничение доступа, которое в Java происходило фигурными скобками, и как работает if, понятно? Да. Окей. В питоне, само собой, не могли обойтись без аналога now в Java. Это none. Начинается он с большой буквы. На none проверять очень легко. Для этого есть ключевое слово not, которое действительно делает вещь немного читабельнее. Можно сказать, например, if not a, что-то сделать. Соответственно, оно сделает, если не a. Не a обычно означает, что a будет рапну на none. Ну, есть еще некоторые случаи типа для стринги. Not a будет true, если стринга пустая стринга. Для листа not list будет, если лист пустой. В общем, not это довольно-таки полезное ключевое слово. Но, помимо всего прочего, оно еще может использоваться вместе с none. В данном случае, как нетрудно догадаться, high выведется на экран. Также хочу обратить внимание, что вот здесь, несмотря на то, что я вызываю print, нету скобок. Это работает только во втором питоне, в третьем работать не будет. А поскольку мы второй питон не сильно любим, вы еще не знаете, но вы его тоже уже не любите, то я добавлю сюда скобки. По умолчанию, в datalab питон 2. Ну, вот, собственно, if a, то print high ничего не вывело, потому что в a записан none. Окей, хорошо, давай посмотрим на loops, то бишь циклы. То бишь циклы. Давай. Окей. Первый цикл простой. Как ты думаешь, что здесь на экран выведется? То есть выведется от 1 до 10. Да, совершенно верно. Тут загадка в этом рейнже, но и правда до 10, но не включительно. То есть от 0 до 9. Да, то есть в принципе это можно, кстати, переписать вот так вот. Для несведущих может показаться, что это более наглядным, но поскольку рейндж знает все, то нет. Можно писать вот так вот. Точно так же, например, с substring в javie от какой-то координаты включительно до какой-то координаты не включительно. Следующий тип цикла, хорошо знакомый while. Тут, собственно, условие простое. a равно 10. Пока не a меньше 0. Соответственно, a меньше 0 будет false. Но тут есть не, которое перевернет false. Это станет true. Вывести a на экран и уменьшить на единицу. Замечу, что вот так вот работать не будет. Зато можно сделать вот так. И так все-таки сработает. От 10 до 0 и end. Теперь мы немножко пробежимся по базовым коллекциям. Мы уже совсем, мы уже близко к концу. Не переживайте, я старался как можно меньше сюда информации добавить, но чтобы она покрывала практически все, что нам в дальнейшем понадобится. Ну, если понадобится чуть больше, мы будем расширять по мере прохождения. Просто очень хочется уже быстро перепрыгнуть к следующей лекции. Я такой небольшой тизер. Мы там начнем исследовать инфу о Титанике. Там прям интересно, интересно. Коллекция. Значит, хорошо известный лист. У листа есть метод append. Добавить, добавляем единичку, добавляем двоечку. Потом вот в цикле range от 3 до 7. Добавляем еще какие-то цифры и вводим на экран. Тоже же самый результат я бы мог сделать, если бы добавил, если бы сказал вот так. То есть на самом деле понятия array здесь нет. Здесь нет и мутабельной структуры, здесь все лист. Лист в том плане, что к нему можно сделать append, добавлять и изменять. Дальше мы рассмотрим for comprehensions. Это, в общем-то, не совсем тривиальная структура. Особенно при переходе с джава может показаться непонятным сначала. Но она очень удобная. Ее используют налево и направо в хост и гриву. Поэтому, если вдруг не поймете, я постараюсь сейчас объяснить доступно, то рекомендую пойти почитать про Python for comprehensions. Выглядит этот зверь вот так. Что это такое? Значит, давайте отсюда уберу эту вещь. Предположим, мне нужно каждый элемент в моем листе возвести в квадрат. Когда следит руками. Да. Я создаю новый лист. Дальше говорю, что в листе будут элементы... Каждый элемент будет называться x. x это такой магический итератор, который пробежит по каждому из элементов. Помнишь аналог for each в джаве? Помню. Дальше я говорю, что с этим x делать. Я скажу, давай x возведем в квадрат. Теперь, поскольку я создал какой-то итератор, мне надо сказать, откуда этот итератор возьмется. В данном случае мне надо сказать, откуда x возьмется. Я скажу, что у меня будет цикл for, в котором будет создаваться переменная x. И этот x должен бежать. А вот здесь мне надо указать, что-нибудь, почему можно итерироваться. В данном случае лист l. Если прочитать с конца, то будет следующее. Мы создаем итератор, который пробежится по листу l. Вот в правой части от ключевого слова for. Создаем итератор x, он пробежится по листу l. С левой части мы указываем, что с этим итератором надо сделать. В данном случае возвести в квадрат. И из результатов пробежки этого итератора, на каждой итерации он будет создавать результат. В данном случае он будет возводить квадрат, на что он указывает. Будет создан абсолютно новый лист. Давай, собственно, его выведем на экран. И да, если сравнить с оригиналом, это 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ну как, понятно более-менее? Да, да, совпадает все. Окей, не сильно пугает эта запись? Нет, не очень. Отлично, отлично, это хорошо. Ну и последний раздел, давай посмотрим на функции. Как создавать функции в питоне. В питоне еще можно классы создавать, но это уж совсем, на самом деле, просто. Там есть куча подводных камней, но у нас не курс питона, у нас минимум, которое вам надо знать. Ну вот, простой пример функции. Создаю две глобальные переменные. Создаю функции при помощи ключевого слова def, имени функции и перечисления аргументов, которые функция ожидает на вход. И возвращаю. Глобальная переменная a умножить на x плюс глобальная переменная b. Ну и вот пример вызова этой функции. Да, давай вызовем, посмотрим, что произойдет. Четыре. У функции может быть дефолтные аргументы. Вот в данном случае функция, которая на вход принимает x, может принимать a, может принимать b. Соответственно, если я вызову в таком варианте, получится 6, да, если не ошибаюсь, 8. Четыре, да, 8. Я могу передать сюда, вот так вот перегрузить a. Теперь будет 6, я могу перегрузить a и b. Что самое интересное, я могу перегрузить только b. Но для этого мне придется вот здесь вот указать, что я хочу присвоить b двоечку. Соответственно, первый аргумент передастся x. Дальше a нету, вообще будет использовано дефолтное значение. Дальше я явно указываю, что b должно равняться 2, и b будет равняться 2. Ну и теперь давай посчитаем. Значит, a двоечку умножить на x, x будет 2, это 4, плюс b, b мы установили в двойку, это будет 6. Да, 6. Вот это вот понятно, как работает магия? Да. Окей, ну и последняя вещь, это лямбда-функции. Зачем они нужны и что с ними делать? Давай сначала рассмотрим такой самый простенький метод. Наш метод на вход принимает лист и функцию. И метод должен применить эту функцию каждому элементу листа. Функция на вход принимает один элемент и возвращает. Например, на вход принимает интеджер, возвращает интеджер. Ну, например, функция возводит в квадрат, инт. И у нас есть лист интов. И нам надо эту функцию применить каждому элементу листа, чтобы возвести все элементы в квадрат. Такая вот себе функция, которая мапит весь лист с одних элементов на другие. Мы будем это делать при помощи forComprehensions. Мы создадим абсолютно новый лист. В нем мы скажем, давай у нас будет x, который пробежится по листу l. И слева мы скажем, что для каждого x передай x функцию f и результат добавь в наш новый лист. Соответственно, если forComprehensions понятен, то вот здесь он создаст лист, каждый элемент которого будет преобразованный элемент из другого предыдущего листа. И как, собственно, вызывать это? Создадим обычный лист. Лист l будет от 0 до 4, до 5, не включительно. Дальше. Давай разобьем это на несколько частей. Давай создадим функцию. Каким-то образом мне надо создать функцию. Один из вариантов — это написать лямбду. Лямбда — это анонимная функция. У нее нет имени, которая после ключевого слова лямбда надо написать, что она принимает на вход. На вход она принимает будет x, двоеточие. И что она будет делать? В данном случае она будет возвращать остаток от деления на 2 x. И теперь, к слову сказать, я эту функцию могу вызвать. Я могу сказать вот что-то такое. Сейчас я вот это за комментарий. Остаток от деления двойки на 2 будет 0, как и ожидалось. У тройки будет единица, у четверки будет 0. Вот эти вот две строчки пока понятны? Да. Хорошо. Теперь, соответственно, мы можем вызвать наш мап. Мы уже все знаем. Для того, чтобы вызвать наш мап, я его откомментирую. В мап мы первым параметром передаем лист — l. Вторым параметром мы передаем функцию. Вот я прямо здесь эту функцию создаю. Лямбда, которая на вход принимает x, возвращает остаток от деления на 2. И теперь мап пробежится по каждому элементу листа и применит эту функцию. А результат сохранит в новый лист. Этот новый лист вернется, и мы его выведем на экран. Давай, собственно, выведем на экран. Ну и вот если приставить в уме... Давай не будем в уме приставлять. Давай оригинальный лист тоже на экран выведем. Ну вот оригинальный лист, а вот остаток от деления на 2. Вроде правильно. Все, 1, 1, 0, 0, 0. Да, остаток от деления правильный. Ну вот и все. Вот это вот такой минимум, который мы с вами будем использовать дальше по мере продвижения нашего курса и углубления в дальнейшие материалы. По мере того, как мы будем захватывать какие-то неизвестные нам топики, мы будем уточнять эти топики и, собственно, будем их с вами рассматривать отдельно. Но это минимальные знания, необходимые вам в питоне и в ноутбуке. Ну все. На этом будем прощаться. Напомним, что у нас есть страничка на патреоне, куда рекомендую всем заходить. Обязательно оставляйте вопросы. Если даже не хотите или не можете поддержать нас на патреоне, то, пожалуйста, помогите тем, что расшарьте наши видео с друзьями, покажите всем, кто может быть интересен, поставьте лайк. И в конце концов, придите в комментарии, пообщайтесь с нами. Нам очень приятно. Мы отвечаем на все комментарии и очень вам рады. Ну все. С вами был кто? Вячеслав Ковалевский. И Глеб Бочкарев. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok